Необъявленная война. Гибнут люди. А где проходит линия фронта и кто этот враг? Терроризм. Только вместе мы сможем противостоять этому злу. Чтобы у него не было будущего. Это крутообломков не так давно была бункером, в котором укрывались члены террористического банд-подполья. Пристанище боевиков недалеко от дагестанского села Хаджал-Махи случайно было обнаружено народными дружинниками во время очередного рейда. Газовая пельта у них была на баллонах, которые сделаны. И кушать тоже они себе там готовили. Если кого-то там, кто снизу убегал, кто сверху убегал, тоже они здесь ночевать давали. Походная кухня, тюфяки с соломой, выпас животных. Почти приют туриста-отширника. Если бы не одно «но». Здесь нашли на таких больших ведрах полную взрывчатку тоже нашли. И под машину, чтобы ставить, вот такие лотки тоже были. Вот это тоже забрали. Горы взрывчатки буквально в двух шагах от домов. Школ, мечетей. Так называемые лесные действовали в Хаджал-Махи по тщательно продуманному плану. В очереди на уничтожение значились несколько сельских объектов. Они собирались первый удар нанести именно по мечети, потому что собрание было здесь. И как бы она стала местным сбором этого людей. Именно, именно мечеть. В расстрельные списки ваххабитов были включены авторитетные и уважаемые люди села. В основном бандиты покушались на имамов, учителей, медработников, предпринимателей, представителей органов власти и сотрудников полиции. Таким образом, они пытались запугать и подчинить себе местное население. Они думали, что уже здесь взяли. Они планировали здесь чуть ли там налог не на каждого жителя. Хотели и главу поменять этого села, и маму своего назначить. Там чуть ли не руководителя вот этих служб всяких, которые здесь в школу, даже директорошку. Они собирались здесь все поменять под свое видение. Но такой план в Хаджал-Махи изначально был обречен на провал. Хаджал-Махи – легендарное дагестанское селение. Издавна славилось своими ремеслами, дружелюбными и гостеприимными людьми, абрикосовыми садами и платками из пуха горных коз. Порядок и покой в селении помогают поддерживать народные дружинники. Само слово «Хаджал-Махи» в Дагестане стало синонимом борьбы с терроризмом. При слове «дружинник» в сознание невольно всплывает стереотип, знакомый еще с советских времен. Этакий активист-общественник с красной повязкой на рукаве, вылавливающий мелких хулиганов и нетрезвых граждан. Невозможно было представить, что когда-нибудь работа дружинника станет единственным способом защитить свою семью. Будьте внимательны, Светлана. Здесь в случае какого-то возникновения осложнения обстановки, немедленно докладывайте в дежурную часть отдела. У вас номер части дежурной части отдела есть здесь? Участковый там. Все нормально тогда. Место сбора – мечеть. Сюда каждый день приходят по 10-12 мужчин. Те, кому предстоит дежурство. Инструктаж проводит начальник криминальной полиции Абдурахман Мустафаев. Внимание, вы молодые сколько ребят сидите, которые не служат? Молодых 5 человек. 5 человек, да, много. А служивших с вами? Служившие? Короче, вот, вот. Здесь, вот. Смотрите, я обращаю внимание, те ребята, которые не прошли службу в армии, смотрите, обращаю на соблюдение мероприятий, запасов. Во-первых, обращение со своим оружием тоже. Здесь любят подчеркивать, у каждого дружинника свое зарегистрированное охотничье или травматическое оружие. Его носят с разрешения полиции. Нельзя же охранять улицы по ночам, вооружившись одним свистком. И специальное удостоверение дружинника. Вот оно. Устроение дружинника, который нам выйдет. Ну, вот, ребята, которые участвовали. Доказалось, что мы дружинники. Применять оружие разрешается только в крайнем случае. В первую очередь, необходимо сообщить в правоохранительные органы о готовящемся или совершенном преступлении. В бою хороши профессионалы. А главная задача дружинника – обнаружить, провести и показать. Благо, каждый местный житель с детства знает все окрестные тропы и ущелья. Ребята, поступила информация, что надо проверить пару точек. В вечернюю молитву надо успеть, короче. Вы половина. Это идите, вот, человек 4-5. И 4-5 со мной пошли. Все поехали. Благодаря таким рейдам дружинники из Хаджал-Махи предотвратили несколько терактов. Именно они нашли тот самый замаскированный бункер на окраине села. Со взрывчаткой и списками на уничтожение. Боевиков искали в горах, а обнаружили в буквальном смысле у себя под носом. И сразу они начали стрелять. Как зашли, они их тоже не заметили. Они вышли уже, они начали автоматом стрелять. Вот здесь машина стояла, внизу машины стояли. На машину тоже они автомат не очередали. На наших дружинников машина была там. Это лесные бандиты, шайтаны, что ли. Тогда вовремя подоспела полиция. Были нейтрализованы три бандита. Еще недавно мишенью ваххабита мог стать каждый житель этого горного села. О том, что такое спокойная жизнь, в Хаджал-Махи забыли в 2010-м. После чего у нас была дивизионная террористическая группа в районе. Они занимались вымогательством, реки там. Кто им данные не платил, например, хозяева крупных магазинов, там директора рынка. Ну, такие в горах, вы сами знаете, там мелкие рынки там. И кто им не платил, они уже, кто им не выгоден, устранили. Именно тогда в лексикон сельских жителей вошло новое выражение. Кинуть флешку. Когда говоришь флешки, это подразумевает, это всем понятно. И это подразумевает следующее, что вы бизнесмен, у вас какой-то бизнес, вам приходит по почте посылка, вы открываете, там лежит флешка. Ты вставляешь в компьютер, и там видишь запись. В коротком видеообращении жертвы объясняли, деньги нужны на так называемые нужды джихада. Суммы назывались разные, но, как правило, бандиты оперировали миллионами. Лесным сборщикам налогов не до мелочей. Вот моего брата, они кинули флешку сначала. Электронный носитель с этим, да. 4 миллиона рублей, если ты положишь, мы тебя убьем. Но никто не собирался им платить деньги. Они убили его. И они убили его. Потом они следующему предпринимателю направили такой же вот пригласитель. Если вы не дадите, с тобой будет то же самое. Ну, там уступают уже представители действующего банды группы, которые действовали здесь в округе. Хаджалмахи – не бедное село. Но похвастать миллионными доходами здесь могут немногие. Требуют деньги, которые нет у людей. Я понимаю, те, которые неправильный бизнес занимаются, большие миллиарды. Вот они же кидают специально, чтобы убить. Здесь 150% они знали, что этого человека нету, это деньги. В советские времена в Хаджалмахи был колхоз-миллионер, большой консервный завод. Знаменитая левашинская капуста родом отсюда. Сейчас из 10 тысяч населения официально работающих несколько сотен. В основном госслужащие. Все остальные кормятся с личных сельхозугодий. Вот она, какие вот плоды сочные. Основная статья доходов – сады. Они здесь у каждого. Абрикосы, яблоки местные жители собирают тоннами. Урожай в сезон приносит садоводам от 50 до 300 тысяч рублей. Это вот овцовское владение было. В основном раньше у нас было абрикосовое все это. Сейчас разнообразили чуть-чуть. Персики, вот видите, уже на сегодняшний день яблони. Виноград Магомед Гаджиев выращивает для себя. Остальное на продажу. Нужно достраивать доставшийся от родителей дом. Уже для своей семьи. Жена хочет кухню, баню под боком. Вот и решил потихоньку. Скала была, скалу снимаю, убираю, копаю, выношу. И достраиваю кухню. Со временем, если живо останусь, Бог даст, крышу новую поставлю. На заработках в Новосибирске Гаджиев занимался строительством и отделкой помещений. Но в последние годы его потянуло к родным садам. Тогда он и не думал, что придется выходить на их защиту с оружием в руках. Каждый человек, каждый, который рядом со мной выходил, выходя из дома, все узнали, на что идут. Никто не знал, что обратно вернется домой или нет, но все равно это непринужденно. Каждый шел вопреки страху и желанию. Так получилось, что Гаджиев вернулся в Хаджал-Махи в самый рассвет ваххабитского беспредела. Существует мнение, что террор направлен против власти людей, работающих на нее. Полицейских, военных, судей. Это не так. На деле террористам плевать на то, кто станет их мишенью. 28 сентября 2011 года. Бомба мощностью 40 килограммов тротила сработала под автомобилем местного фермера Юсупа Ахмедова. Тела его самого, а также жены и троих дочерей собирали в буквальном смысле по частям. Теракт произошел в тот самый момент, когда к машине подошли сотрудники дорожной полиции для проверки. Один полицейский погиб, четверо получили осколочное ранение. Они говорили, любого, кто станет, тем более они через интернет, любого, кто станет, там будет оказывать содействие, кто станет против нас, мы убьем, и говорят, мы того убили, этого убили, и вас тоже убьем. Эти страшные кадры потрясли весь мир. В июне 2013-го боевики распространили видеозапись показательной казни двух католических монахов в Сирии. В сирийском палаче жители Хаджал-Махи с изумлением узнали своего земляка. Абу Банат, террорист, сколотивший собственную банду в Сирии, промышлял похищениями и грабежами. В Хаджал-Махи этого человека помнят под именем Магомед Абдурахманов. В юности ничем особенным не выделялся, кроме разве что высоким ростом и крепким телосложением. Учился на физкультурном, работал в ГАИ, а потом стал под черные знамена джихада. Занялся активной вербовкой молодежи. Вот такой процесс, такой процесс. В верхних рядах становилось все больше и больше людей. Показалось, что это чуть ли не случилось. Мы вначале думали, на учете там около 30. Именно с этого момента ваххабизм в Хаджал-Махи стал реальной угрозой. В селе появилось устойчивое криминальное сообщество, члены которого во имя радикальных идей готовы были идти на любые преступления. Это люди, которые полукать в крови, да? С которыми разговор может быть только один. Если он сдается, так сказать, он должен быть предан суду, скажем так. А если нет, то только уничтожим. В декабре 2011-го двое бандитов убили бывшего имама одной из мечетей, Магомеда Ахмедова. А в ноябре 2012-го весь Дагестан был потрясен новым громким преступлением. На этот раз от рук экстремистов погиб имам центральной мечети Хаджал-Махи, Гаджи Алиев. Два года за ним охотились они, и утренничные намазы он когда совершит, он омовение сделает. И прямо во дворе затылок так подло поступили, затылок выстрелили, убили его. Известность Гаджи Алиева как духовного лидера выходила далеко за пределы Хаджал-Махи. Более 20 лет он проповедовал традиционный для России ислам и обладал авторитетом среди мусульман всего Дагестана. Разъяснять слово Божие – великий особый дар. Им обладают единицы. Именно поэтому духовные лидеры так часто становятся жертвами покушений. Но их слово продолжает жить даже после их смерти. Имаму не раз угрожали ваххабиты. Тем не менее, в своих проповедях он продолжал выступать против идеологов терроризма. Этих рикетеров, бандитов, как их назвать еще? Я не знаю, террористы, экстремисты, кто-то, диверсионно-террористические группы, он против них очень сильно выступал. Не успели местные жители похоронить Алиева, как по селу поползли новые угрозы. Любому, кто хотел, предлагали люди, хотели выбрать, они подходили так, аккуратно говорили, ну, угрожали. Если старейший маму, мы тебя убьем. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей Хаджалмахи. Вот это послужило сигналом. Люди собрались и сказали, нет, хватит уже, все. Я бы, или мы здесь вместе станем, говорю, наведем порядок, или сюда, говорю, придут, сюда придут войска, говорю, порядок все равно наведем. Но тогда будет и больше жертв, говорю. Это был стихийный сход. Противостояние бандитам приобрело форму всенародного протеста. Первым делом селяне поклялись защищать того, кто станет их духовным наставником. Они составили список из 11 человек, имеющих религиозное образование. Из них каждые три месяца путем шребьевки решили выбирать нового имама. Тогда же жители села постановили. Ваххабитам не место в Хаджалмахи. Всем бандитам, подельникам и просто сочувствующим указали на дверь. Следить за порядком в селе решили сообща. Так и появились отряды самообороны. Вот получилось так, что никто, не принуждая, сами просто вошли, организовали эти дружины. Цели у нас не было, чтобы мы в военной действии участвовали. У нас была цель, чтобы в центре села не было пособников, ваххабизма, чтобы их не прикрывали, не снабжали продовольствием. Формированием отрядов занялся лично Абдурахман Мустафаев. Предпочтение тем, кто отслужил в армии. Молодым, крепким, с хорошей репутацией. Рисковать жизнями односельчан Мустафаев не хотел. Четко определил задачи. Дело дружинника в первую очередь информировать полицию обо всем подозрительном. Каждый день инструктировал, не лезьте никуда, слушайте команду, делайте так, как мы сказали. Он старших назначал. При любой ситуации, звоните ко мне. Короче, вот так. Мы лично без них ничего не сделали. Дружинники стали круглосуточно патрулировать село. Под особую охрану были взяты мечеть и другие места массового скопления людей. На въезде проверялась каждая машина и все пассажиры. И все же спокойствие вернулось в эти места не сразу. Февральским вечером 2013-го в Хаджал Махи раздались выстрелы. Вскоре село облетела новость. Убит капитан полиции Якуб Али Мерзаев. На участкового давно велась охота. Бандиты трижды подкидывали ему флешки с угрозами. И вот, подкараулив у ворот собственного дома, расстреляли в упор. Район патрулирования решено было расширить. Теперь дружинники стали регулярно осматривать окрестности Хаджал Махи. На село бы, на жителей, на мирных людей бы не было такого покужения, мы начали на их логовах их искать уже. 1 октября 2013 года поступила информация. Недалеко от села скрывается группа вооруженных боевиков. Планируют совершить теракт. В горы выдвинулся отряд полиции вместе с добровольцами. Действовали осторожно. Местность разбили на несколько секторов. И в каждой направили разведку. Одна из групп дружинников случайно угодила в самое логово бандитов. Мы поднялись вверх. Мы шутили друг друга. Давай сюда поднимемся, давай сюда поднимемся. Короче, поднялись, короче, и уперлись именно в бункер. Бункер был хорошо замаскирован. Дружинники оказались застегнутыми врасплох. Они даже не успели открыть огонь. Они узнали одного своего жителя, который отсюда ушел. Он открыл сразу, увидел его, он сразу открыл огонь и убил этого дружинника. Второй добровольец чудом успел укрыться от огня. Боевики же поспешили покинуть свое убежище. В их планах было прорваться сквозь ущелье и уйти по реке. Здесь они вот с этой высоты. Вот мы как раз там находились. Вот эти, где камни. Здесь и завязался продолжительный бой. При любых попытках приблизиться к ним бандиты открывали шквальный огонь. Блин, даже еще выше. Отсюда метров 500 наверх. Наша машина была вон там внизу, чуть ниже. Как раз там мои сотрудники находились. И там нет, несколько сотрудников. Они уже полностью изрешутили машину. Гранатометка, которую они произвели выстрел, они рассчитаны были, чтобы эту машину подбить. Но она как-то вот рядом попала. И ребята мои выжили, ничего не стало. Террористов удалось блокировать. Главной задачей сотрудников полиции и дружинников было не дать им спуститься с горы. Кольцо оцепления начало сжиматься. Благодаря сплоченности и отваге простых людей попытка прорыва со стороны боевиков не удалась. Они думали, что нас метут отсюда таким шквальным огнем. И они рассеют. Но ребята тоже молодцы. Выстояли до конца. Дали достаточно такой жесткий бой им. И не дали им пройти через нас. Здесь нам помощь оказали и несколько дружинников. Здесь, которые со своими охотничьим оружием. Мы почти, можно сказать, весь свой боезапас здесь исчерпали. Пока и после того, пока наше подкрепление не прибыло. Но мы не дали им пройти. Мы оттеснили и заблокировали до прихода совместа. Четверо бандитов были уничтожены. Ценой жизни троих полицейских и дружинника. Но этот бой переломил ситуацию в Хаджалмахи. Боевики поняли, такое сопротивление им не сломить. В нашем селе, вот это Хаджалмахи, вот это вот здесь вот быт особый. Здесь вот не было ни испоконников, ни ханов, ни предводителей, никого. Поэтому здесь вот, если вот дружина создана, она контролируется. Просто контролируется. Ответить на вызов экстремистов под силу далеко не каждому. Когда на улице страх, смерть, самое простое закрыть окна, двери и отсиживаться дома. Многие поступают именно так. Но существует и другая категория людей. Они не боятся бросить вызов террору. Непокорным и гордым горцам не в первый раз приходится возрождать свое село к новой жизни. На уроках истории детям рассказывают. После окончания Кавказской войны в 1871 году в Хаджалмахи побывал император Александр II. Увидел разрушенные дома, вырубленные сады, тощие стада и бездорожье. С тех пор берет начало и другая легенда. Знаменитый предводитель кавказских горцев имам Шамиль, проезжая через Хаджалмахи, оставил жителям села свой паракат. Когда вот эти царские войска захватили, там плен взяли вот этого нашего знаменитого имама Шамиля. Они здесь проезжали, он попросил здесь помолиться. И он здесь помолился. Так что очень многие здесь проезжающие специально заходят именно в эту мечет, чтобы молиться, потому что здесь имам Шамиль молился последним. В соборной мечети Хаджалмахи библиотека старинных рукописных книг, научные тома, древнее религиозное печатное издание. Есть и учебники арабской грамматики. С недавних пор во всех местных медресе детям преподают арабский язык. Представления о религии у молодежи должны формироваться из первоисточников. Элементарный азит мы должны с детства детям дать. И те ребята, которые мы уже, они уже какое-то понятие об исламе есть. Их влияние, под их влияние тех эмиссаров, которые работают в Дагестане, и там в Кавказе целом, и их под их влияние никто не попадет. Только там, где молодое поколение остается без внимания и поддержки со стороны органов власти и духовенства, в ход идут психологические уловки идеологов ваххабизма и носителей радикальных идей. У нас очень много прекрасных ребят, которые принесли пользу стране целом, не только республике стране целом. У нас, помимо этих ваххабитов, помимо этих, у нас про спорт я вообще не говорю, вы знаете, столько у нас олимпийских чемпионов, столько этих. У нас очень много профессоров. Вот в Москве вы, как сказать, зайдите в какую-нибудь больницу, посмотрите, там, травматологи, анестезиологи, хирурги, кто? Дагестан. Жителям Хаджал-Махи есть чем гордиться, что отстаивать и защищать. Сейчас в селе активно возрождаются народные ремесла. Белый пух местных коз знаменитый своими уникальными свойствами. Раньше его по полторы тонны в год скупали оренбургские фабрики. Из белой пуховой овчины предки современных мастеров шили папахи – традиционные кавказские шапки. Выделка меховых изделий – по-прежнему излюбленное занятие селян. Это наш знаменитый Жириновка. Шапка Жириновка называется. Это Жириновский. Это дипломат называется. Это Ватсон. Это утка. Вот это древняя формовка. Фасоны другие, но популярность прежняя. Изделия потомственного шапочника Хамзата Тагирова пользуются устойчивым спросом в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Ну, успокоен веков, наше всего, славилось шапочным премеслом. В военные годы были, занимались обувью. После этого потихонечку переходили сперва на каракуль, потом уже на андатру, норку. Сейчас уже в последнее время все количество перешло на тюлень, на нерпу. Сейчас сырье для своих шапок предприниматели вынуждены закупать за рубежом. Но они надеются. Наступят времена, когда народные промыслы Дагестана возродятся в своем первозданном виде. Дети потихонечку помогают, пока они маленькие. Как подрастут, наверное, возьмутся за это чудо. Социологи не зря считают Дагестан уникальным уголком на карте России. На территории этой республики проживают представители более 120 национальностей. 30 из них считаются в Дагестане коренными. И даже при таком этническом разнообразии межнациональных конфликтов здесь не было на протяжении десятилетий. Но сохранение мира и спокойствия в республике не входило в планы экстремистов. Их целью было породить смуту и перекроить карту Дагестана в соответствии с собственными амбициями. У нас в Дагестане 36 этносов, 36 народных стран в Дагестане живут. Между ними, чтобы этот раздор сделать, это между мусульманами, это делать раздор между мусульманами. Нам это не нужно. В исламе четко и ясно говорится, что мы создали вас племенами и народами только для того, чтобы вы знакомились друг с другом, обогащались, культурно обогащались, дружили, торговали и так далее. Вот для чего созданы мы племенами и народами. История села Хаджалмахи доказывает, там, где люди устают бояться, преступления и страх исчезают. Страх перед бандитами местные жители сумели преодолеть. Главное, что им пришлось для этого сделать – объединиться. Они говорят, что зло в виде терроризма можно победить только сообща. Субтитры создавал DimaTorzok